Иисус 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 рисовались какими-то и сверхъестественными вещами, и какими-то мифами, преданиями, пророчествами. Сегодня люди ищут всякие. Ну, сегодня ищут, но интересно то, что далеко не всякий современный мудрец принимает во внимание Библию, говоря, что эта книга устарела, но, судя по всему, эти мудрецы, звездочеты, и, ну, как бы, чем конкретно занимались они по жизни, мы не знаем, ну, волхвами их называют писания, они обратили внимание на звезду, на звезду сверхъестественного происхождения. А вообще, где они были? Они были на востоке, но нужно понимать, что на тот момент, ну, как бы, они на востоке были, они увидели звезду, и они связали эту звезду почему-то с рождением царя иудейского. Каким образом они могли это связать, если они никогда, например, не знали бы о существовании иудеи, о существовании пророчеств? Новый Завет нам говорит, что закон Моисея издревле во всех городах проповедуем был. И, естественно, они могли соприкасаться с иудеями, могли соприкасаться с их писаниями. Ассирийское рассеяние, захват и так далее. Ну, учитывая то, что, собственно, после раздела царства на два царства, мы знаем, что пришел суд Божий, и было сирийское пленение, вавилонское пленение. Кроме этого, евреи еще со времен Соломона начали вести активно торговлю по всему доступному миру. Поэтому они действительно были распространены на тот момент, вот на момент этих событий. Они, евреи, были представлены во всех уголках существующей ойкуймены. И поэтому мудрецы вполне могли быть знакомы с какими-то отголосками, с какой-то информацией. С какой-то, наверное, надеждой евреев. Да, и когда они увидели вот эту звезду и каким-то образом связали ее, ну, честно говоря, мне не совсем понятно, это на таком человеческом уровне. Но вот есть замечательная книга Дана Ричардсона, называется «Вечность в их сердцах». И он исследует мифы, предания, легенды разных народов мира, которые хранят свою память еще со времен потопа, скажем так. И на самом деле во многих народах мира, как написано в Писании, что Бог попустил народам ходить своими путями, но не забывая напоминать о себе, давая им дождь, давая им солнце, давая им пропитание. Значит, и Бог действительно разным народам напоминал. Народам, которые помнили, что когда-то произошли от Ноха, от его детей, помнили, что служили одному единому Богу, но отошли. Но это как раз вот Расдеосеф, он поселился, это Восток, это дело так тонкое, да? А вот именно там это все происходит. То есть сказать, что народы мира ничего не знали о своем Творце и не знали о грядущем Мессии, это будет неправдой. И волхвы, скорее всего, были знакомы со своими какими-то национальными преданиями, были знакомы с евреями, с еврейскими писаниями и преданиями. Возьми даже сейчас, возьми Малхиседек, он вышел к Аврааму, да, и представитель Бога Всевышнего. Да, у нас можно сказать, это прообраз Мессии и так далее, но реальный человек, который в Танахе записан, и это Восток. Да, и он был священником Бога Всевышнего. Да, да, да. То есть было, откуда узнать. Но вопрос в том, что это настолько специфическая информация, что, естественно, об этом знали только те, кто интересовался. И интересный момент, эти люди, они этим интересовались, и они удостоились с ним встретиться. Да, с младенцем, но они удостоились с ним встретиться, и Бог сохранил им жизнь, хотя была явная угроза, что их убьет царь Ирод. Да, они получили откровение в ночи. Да, да, поэтому, ну, это интересный момент. Бог, они почтили Мессию, Бог почтил их. Это очень интересно. Ну, вот, знаете, вот, когда мы говорим об этих событиях, да, да, этих личностях, я сразу вспоминаю те, как бы сказать, инсталляции, которые выставляются на Западной Украине, в других местах, особенно это очень принято в Западной Европе. Мы были в Ватикане уже после 20-х числах, да, то мы смотрели прямо на площади, это инсталляция младенец в яслях, животные и волхвы. То есть, они представлены как цари, как какие-то особые люди. Я хочу зачитать это место, потому что вот эта картинка у многих людей, она стоит, и даже евреи, они пересекаются с этими картинками, да, они видят эти все вещи. Но понять, что произошло, исполнение порочеств именно еврейского мессии или же еврейского иудейского царя, оно реально. То есть, это факт, который совершился, да, будем говорить так. Так, уже вопросы дальнейшего развития, что дальше произошло, это уже можем говорить о Песахе, можем говорить о других праздниках. И вот пришли волхвы, и они спрашивают, где родился, да, где, где царь иудейский. А вот я прочитаю, и они все сказали ему в Ифлиеме иудейском, ибо так написано через пророка, ты, Ифлием, земля иудина, ничем не меньшего иудина, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ Израиля. А вот ты говоришь, что, когда мы общались до передачи, что есть еще что-то особенно произошло. Нечто, реакция людей на вот это заявление, где родился царь иудейский. Вот момент такой очень интересный. Да, и, ну, хочу немножко еще поддержать Витю, он как бы вскользь сказал, да, откуда знали вообще язычники, скажем так, да, о царе иудейском, о рождении и так дальше. Давайте, Витя сказал только вскользь прозвучало имя Соломон. Но на самом деле, если мы возьмем, действительно, почитаем и книги Царства, и книги Хроник, Паральпоминон, да, то мы увидим, что на самом деле Соломон, он всегда ассоциировался вот с этой мессианской эрой, эрой всеобщего, не только еврейского, а именно всеобщего благополучия, благосостояния и благоденствия. Золото лилось рекой. Он заключал договора с другими странами. Вот те 700 Джонов, да, это, по сути, были политические союзы с рядом живущими. Может быть, для кого-то и так, но посмотрите, опять-таки, есть еще интересный момент, что та же царица Савская с Востока, она пришла с дарами для него. Почему? Потому что даже там знали его мудрость и то, что это мудрость особого характера и особого рода. Поэтому я лично понимаю, что когда они приходят, они действительно ожидают подобного Соломону, того, который действительно изменит этот мир. Но при этом они его называют царем иудейским, потому что, по сути, это Соломон. Кем был? Царем иудейским. Но мы видим реакцию, вот ту, о чем вы уже говорите, в плане чего? Второй, третий стих, он говорит о том, что, услышав это, Ирод смутился и весь Иерусалим вместе с ним. И здесь действительно можно привести два таких момента, что, во-первых, почему смутился Ирод, да? С одной стороны, он царь и как бы он должен знать, что там, неужели он не знает, что у него там родилось или не родилось. Оказывается, не родилось. Уже вопрос у него тревога. Лично у него в семье имеется в виду. Да, да, да. Но Иерусалим смутился, потому что он понимает, что те механизмы, которые включаются при смене власти, при каких-то изменениях в этом всем отношении в стране... А давай я перебью тебя. Давайте вспомним, когда менялась власть при царях. Да, как говорил. Сразу уничтожали целые семьи. Помнишь, да? Если кто-то избегал, то это было случайно. В нашей истории с третьей давности. Да, это сама суть, что они попали в такую ситуацию, где что происходит, как нам изменить эту ситуацию, потому что попадают под инквизицию, да, фактически следующей династии. Это если мы берем саму царскую семью. Но если мы берем при этом их сторонников и их противников, это уже гражданская война. И это уже еще хуже. А это голод, это разруха, это, собственно говоря, те катаклизмы, которые, как говорят китайцы, не дай бог вам жить во времена или в эпоху перемен. Потому что эта эпоха, она несет за собой горе, страдания. И да, для кого-то это какой-то шанс. Даже в современной политике это... Ничего не поменялось, скажем так, и мысли те же самые. И поэтому Иерусалим, неудивительно, что он встревожился, да, но здесь мы видим интересный момент еще с тем, что они приходят ему поклониться. Как реагируют волхвы, о которых мы говорили. И здесь интересный четвертый стих, что как именно Ирод видит его, то есть они его называют царем иудейским, но Ирод не видит в нем царя иудейского. Он не отвергает, что что-то произошло. Но он в четвертом стихе Евангелия от Матвея говорит, что, собирая всех первосвященников и книжников народных, да, спрашивал у них, где должно родиться кому? Машеху. То есть он его не говорит, не повторяет за ними слово царь иудейский, но он его называет Машехом. Наверное, по причине именно помазанник, помазанник от Бога, как и царь Давид. Фактически это был помазанник, царь, но помазанный Богом. Есть проблема. Да. Дело в том, что помазывали елеем, который был в роге, а этот елей, он после Вавилонского первого пленения исчез. И по сути слово Машех, оно как таковое из лексикона царей было убрано. Фактически династии были разрушены. И это тоже. И в данной ситуации мы видим, что во втором храме не было той славы, не было ковчега, не было еще определенных вещей, которые были в первом храме. Это мне подтолкнуло наш на мысль, которое чудо восстановления династии Давида. Вот, как вариант, да? А я могу добавить, что в писаниях словом Машех названы только Шауль, первый царь Израиля, Давид и Шлому. Почему? Потому что эти три царя единственные, кто царствовали над всем Израилем. А дальше пошли разделенные царства. И даже если цари были из колена, из рода Давида, они никогда не назывались Машехами. Поэтому тут речь идет не просто о восстановлении династии Давида, а восстановлении династии Давида в соответствии с пророчествами по Божьей воле. И фактически Ирод понимал, что он своими действиями выступает против Бога. Вот это интересная мысль, потому что если Израиль был в рассеянии в то время, 10 колен, мы не видим, что они возвращаются, или если даже возвращались каким-то образом, но они не населяли свои территории, которые были уделы. И это говорит о том, что начало исполнения пророчества, которое Бог дает Аврааму. Помните, да, бытие – это благословляться всеми Твоем, все народы и земли за то, что Ты послушался глазом моего бытия. 22 глава, 18 стих. И вот это как раз интересное начало, наверное, события, которые многие люди даже не предусматривают. А не то, что еще чудо совершилось в том, что Он взял на себя наши грехи. Да, вот это, то есть мы не добились своей праведностью ничего. А здесь начало его чудо рождения, восстановление Божьего Слова для Авраама, для поколения, для обещаний, для всего мира. Да, и вот от чего мы можем еще продолжить момент? О том, говорим, пророчество для Авраама. Благослови все народы. Те народы даже в России. Израиль, который в России, должен будет осмыслить это. И то, что ты говоришь, помазанник, да, как бы, они заявляют его, где должно родиться мессия, а значит, господство его над всем Израильным, и в том числе тех, кто в России. В России, включая нас сегодня тоже. Это же и Яков, по-моему, пишет «12 коленом в России». Да, и так, да, 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 вот это тоже. То есть я вижу, то есть на тот момент это было странным обращением. Я понимаю, что это обращение движимое верой в то, что мессия, рождение мессии, его жизнь, его смерть и воскресение – это начало восстановления единого Израиля как священника для всех народов. Под главой мессии. Интересно в этом моменте, что мы забываем еще об одних категории помазанников – это пророки, которые тоже были помазаны, да, только уже несколько иным елеем, елеем Духа Святого. И в данной ситуации здесь действительно Ирод и может понимать еще в этом эсхатологическом ключе вот это слово «помазанник», то есть действительно Божье излияние Духа Святого в этом отношении. И получается, действительно, Ирод не говорит, что он не выпытывает, где должно родиться царю иудейскому, потому что никак не может признать право Машеха на царство. Это означало бы для него поставить под сомнение собственное право. Свою легитимность. Конечно. И смотрите, интересный в этом ключе как раз-таки ответ вот этих священников и книжников. Да, да, да. Потому что когда мы говорим о том, как они его преподносят, саму эту цитату из Михея, она несколько изменена с первоначальным оригиналом. Ну, как бы в Евангелии мы читаем, «Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой». Алекс Бленд обращает интересное внимание на то, что обращает на себя внимание некоторое изменение, которое мудрецы вносят в цитируемый отрывок из Михея. Вместо «правитель», которое есть в первоначальном тексте, они говорят, они употребляют слово более близкое к управляющей, смягчают сам, само выражение. О причине страха? Ну, не провоцируя Ирода, скажем так. Ну, имея мудрость обойти острые углы. Да, да, да. Как всегда. Вероятно, для успокоения Ирода в отношении его опасения на претензиях за трон. Давай, смотри. Я понимаю, и Алекс, он человек, который знает Писание очень хорошо. И все равно вернемся к первоначальному пророчеству, которое сказал Михей. Потому что я понимаю, что новозаветняя цитата, которую мы почитали, она упускает одну фразу, которая важна. Мессорецкий перевод, он говорит следующее. «И ты, Бефлеем, эфрафа». Если мы читаем в Евангелиях, он говорит просто «Вефлеем» из малых иудяных. А здесь Михей употребляет слово «эфрафа». И очень интересно, что почему-то другие упускают его. Почему? Вы когда-нибудь задумывались, нет? А когда я начал думать об этом, и я понял, что «Вефлеем» — это дом, это место царя Давида. Дом хлеба. И, конечно же, хлеб, мы говорим, Ишу говорит «Я» — хлеб жизни. И он родился в доме хлеба. Это одна часть. Но когда мы говорим «эфрафа», это вне «Вефлеема». Место, которое было вне «Вефлеема». И если мы вспомним эту историю Рождества, когда Мирием и Иосиф пришли в «Вефлеем», им не было места где? В городе, в гостинице. И они взяли место в Холливуд. Или сказать, там, где были овцы, или там, где был скот. И вот здесь заключается интересный ответ «Эфрафа». Почему? Потому что местность «Эфрафа» — это поля Давида, где пастухи пасли именно, или же выращивали овец для храмового служения, для жертвоприношения. Давид это сделал, поля именно посвящен Господу. Что интересно, если не хватает... У нас есть мысль такая у всех верующих христиан. Вот не хватило места в гостинице, они вышли, и рядышком был хлев. И там они поселились, потому что не было места рядышком в гостинице. Я предполагаю, это небольшая такая фантазия, но в пророчестве Михея говорит, «Тибеплием Эфрафа». То есть место, которое вне города, и на том месте что-то произошло особенное. Мы затронем этот вопрос, но сама суть, не просто в хлеву, где-то к конюшне, который, как у нас при каждой гостинице были в царские времена, конюшней, родился Ишуа из Назарета, мы говорим его сейчас. Что дальше можно проследить о его рождении? Вот исполнение пророчеств. Витя, ты уже додумался. Нет, я вот нашел это откровение, это его пророчество. И ты, Вифлеем, Эфрафа, я почитал там комментарии, это место раньше носило название Эфрафа. То есть для того, чтобы не возникало каких-то разночтений, я думаю, пророк как раз конкретизирует, что это тот самый Вифлеем. Да, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Интересно. Мы затронули как раз Авраама и Давида. И Евангелие, Матфея, первая Евангелие, начинается с очень важного такого повествования. И он начинается с первого стиха. Ордословие, Иешуа, Мессия, сына Давида, сына Авраама. Как раз подчеркивает сына Давида и сына Авраама. Конечно, дальше перечисляется Авраам родил, Ицаак родил, Якова. И с чего начинается Евангелие? С ордословия. Показать на то, что обетование, которое Бог дает Аврааму, в тебе благословляйся все народы, как раз вот о чем мы затронули. Его господство над еврейским народом, независимо от его месторасположения. продолжение. Да, и я бы хотел тут тоже с этим в контексте этого подчеркнуть. Вот этот момент, когда мы видим там 42 вот этих в родословии поколения, которые перечисляются, 14 до Давида, 14 от Давида до Вавилонского изгнания и 14 как раз таки от Вавилонского изгнания к приходу Ешоа Мессии и вот эти 42 личности, которые там употреблены действительно не просто личности, а еврейских личностей, и причем царей, и причем людей верующих, то это как раз таки может уже изначально Матвей наталкивает нас на саму идею того, что эти 42 и в иудаизме 42 это всегда ассоциация со стоянками при выходе евреев из египетского рабства и уведение их в землю обетованную, то таким образом уже даже начиная с родословия, которое имеет 42 личности и перекладывая ассоциацию на уведение в Царство Божие, то уже тут может сам евангелист настраивать еврейского, я говорю, читателя на ту мысль, что это тот, который должен нас не просто вывести из рабства греха и рабства вот того, что мы есть сегодня, но ввести в Царство Божье. Смотри, как бы для такого человека, который просто нас смотрит иногда по интернету, не вглубляясь в Писание, все эти нумерации, стоянки, люди, для них это уже какой-то космос начинается, а причем нумерация к рождению Мессии. Возможно, для вас оно абсолютно ничего не значит, но в еврейском контексте это номера, место, кто, это очень важная тема. Почему я говорю об этом? Потому что уже даже то, что мы говорим об Ифлиеме, доме хлеба, доме, фактически, где Давид, это его дом, уже заложены откровения для того, чтобы Новый Завет строился именно на Мессии, который не воинствующий, который именно с мирными побуждениями народной избранниц, будем говорить так, мог возрастать и принести добрую весть, добрую весть примирения между человеком и Богом. Но, когда я говорил о Вифлееме и Фрафа, я хочу еще прочитать тот же Михей, 4 главе 8 стих, говорит, и ты башня стада, холм Чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество царства, Черем Иерусалима. Очень интересно, потому что Давид говорит, праведник бежит в башню и будет спасен. Это не просто башня Давида, которая при Иерусалиме, там есть башня Давида, туда забегут праведник, а если тысячи, то куда их забежать, но будет спасен. Когда мы говорим о пророчестве, о том, что должен родиться Мессия, должна быть и же его цель, его предназначение. И понятно, что Машиах, Исаия уже об этом говорит в 53 главе, что он возьмет на себя наши немощи, понесет наши болезни. И мы думали, что он был наказуем, уничтожен Богом, и мы ни во что не ставили его. И фактически отношения и руководства Израиля, или как бы священников, или же других, было именно таким, что ни во что ставили его, боролись с ним, как бы, как с еретиком, или как же те, кто противостоял ему. И я понимаю их, или их неумысл, понимать, как сегодня мы встречаем многих людей, которые пытаются доказать, кто они такие, и мы встречались с такими, вот приходили даже наше служение и говорили, мы там Павла, кто-то говорил, это я Христос, да, вот там, типа, слушайте, и такие были, тогда мы говорили, хотя бы на еврите заговорите с нами, чтобы мы поняли, что вы сказали. Но, не в этом дело. Я говорю о том, что уже в пророчестве, в его рождении и где он родился, уже указывалось на его предозначение. Он не родился для того, чтобы, ну, как говорится, иметь бизнес, да, он не родился, чтобы новую философию, менять политику, он даже не родился, чтобы поменять власть, и где Ирод сильно переживал, он не для этого родился, вот, но все равно человеческий фактор, есть человеческий фактор, где он родился. Вифлеем, Петлехем, Дом хлеба. Кстати, вот сейчас у меня такая мысль в свете того, о чем вы говорили, возникла, именно в плане того, что, а где мы еще знаем Бетлехем, как раз таки, да, книга Руфи, которая увязывает как раз таки очень много вот этих моментов. С одной стороны, приход язычницы в этот благословенный город со своей свекрухой, и ее встречу там, да, и как она говорила, мой народ, твой народ, и мой Бог, вернее, твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. И это все как раз таки на этих полях Давида происходило и в этом городе. Смотри, ты прав, и даже очень интересно, что Руфи, она же отождествляется как не еврейка, язычница, да, и здесь исполняется уже следующее пророчество, которое мы можем зачитать Исаия 11 глава. Исаия, один из вельмож Израиля, фактически, он был из знатных семей, да, и он пророчествовал, будучи изгнанным, в изгнании. Смотрите, и произойдет от корня Исеева, и вет растет от корня его, и подчет на нем Дух Господен. Сразу говорит о том, что помазание будет, и потом Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия. Дальше продолжу, там 10 стих, кажется, заканчивается. И будет в тот день корню Исеева, который станет как знамя для народов. Мы коснулись, где родился царь иудейский, возвращаясь к владычеству Давида и Соломона и его правления над всем Израилем. И дальше, говорит, и обратятся язычники. Обратятся язычники. Опять же, мы возвращаемся не только к исполнению его царства, а тому первому, где Бог говорит Аврааму, народы благословятся. То есть, некоторое исполнение. И, как ты говоришь, Бефлогем, это место очень стратегически важно для рождения Мессии, как обетование. И вот мы продолжим, что же происходило там. Не только пришли поклониться волхвы. Что произошло дальше? У нас пришли пастухи. Там же были пастухи, недалеко. Пастухи раньше пришли, если исходить из контекста. Потому что эти пришли, говорят, где родился, а им известили, что раньше. Но я хотел бы еще акцент на пророчествах на Исаю, 60 глава, 6 стих. Когда мы в 11 стихе читаем, «Открыв сокровища свои, эти мудрецы принесли ему дары, золото, ладан и смирну». И интересный момент, что Висайи, как раз-таки, как исполнение пророчества, и явный намек есть на осуществление этого пророчества, «Золото и ливону принесут и славу Господа возвестят». Мигдель Эдер, башня, башня. Да, поэтому как бы вот такое вот. Хотелось бы на этом, ну, как бы еще сказать за эту вещь. Безусловно, есть интересное откровение того, что действительно они получают, эти волхвы получают откровение, да, они возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. То есть они не просто и шли по каким-то интересным моментам звездой, да, то она пропадала, то она появлялась. Они когда к Ироду пришли, они говорят, мы пришли, потому что увидели звезду на востоке. Но придя в Иерусалим, звезды они не видели. Почему? Потому что в дальнейшем повествование говорит о том, что она после того, как они от Ирода вышли, опять появилась эта звезда, которая по сути их и привела туда, где он родился и находился. И они еще не просто звезды читали, но еще и получали откровения от Господа. И при этом они... Для Бога это не проблема сказать, человек еще хочет. У меня как бы вопрос такой, а вот какова причина вот явления этой славы Божьей для пастухов? Вот мы говорили олхвы, ладно, они очень умные, разумные, как бы пророчески настроенные люди, вот как бы, ну и буду говорить таким образом, может быть, они через всю просто были умные вычисления всех событий, которые должны были произойти, а вот это простые же люди. А вас не смущает то, что в данной ситуации потом Иосиф получает откровение и уходит в Египет? Меня это не смущает, опять исполнение же пророчеств, правильно? Вот, о чем мы говорим, о рождении Мессии, как Мессии для всего мира, перемен, реальных перемен, которые связаны именно с тем местом, где он родился. То есть, когда раньше мы уходили из Египта и наоборот говорили, что ни-ни туда, ни ногой, нельзя, то тут мы видим, что Египет опять-таки открывается как какая-то колыбель или какая-то действительно толона, в котором он опять-таки защищен. Ну и есть слово от Бога, которое говорит о Египте. Из Египта вызвал я сына своего. из Египта как сын будет, он тоже будет возвращен к пониманию откровения о Боге. Да, так что вот насчет пастухов, я думаю, что как написано, что Е есть Альфа и Омега первые, последние, начало и конец, что указывает на то, что он настолько всеобъемлющ, что включает в себя всех и все. И что он пришел не только для какой-то определенной касты или расы или народа, как бы мудрецы, язычники, пастухи, евреи, но те, как бы высшие сословия в своем народе, эти, как бы низшие сословия в своем народе, потому что в то время быть пастухом это уже было не самое престижное, не самое обеспечиваемое, скажем так, занятие. И собственно на пастухов смотрели как на Амхарец, потому что главенствующая элита иудеи это в основном книжники, это люди, так сказать, интеллектуальные, посвященные в Писании, таким мы это видим. А пастухи Амхарец, что вы знаете в Писаниях, как вы можете разбираться в этом, говорили представители власти простому народу. И то, что Бог открыл рождение Мессии прежде всего пастухам, это во-первых, то, что начиная от самых низов до верхов, ну, а плюс еще один такой момент, пастух, пастырь, это по сути в еврейте одно и то же слово. И как бы можно сказать, что пророчески Мессия открывается в первую очередь тем, кто готов заботиться о тех, кто вверен им. То есть пастухам овцы, пастырям их люди, ну, божьи, не их люди, а божьи люди. Давид однажды подпал под искушение сказать, что эти люди мои, давайте их сосчитаем. У меня такая вот сейчас возникла мысль в свете обсуждения именно в плане того, что действительно в Волхве мы видим, что они были задействованы в этом всем, скажем так, действии как раз таки позже, после того, как он родился. Но действительно, когда он родился или в момент рождения, то ангелы пришли и оповестили пастухов. И, во-первых, а кто были пастухи? То есть, если мы говорим, то были язычники, которым он оповестил гораздо позже, то это были евреи. Я сейчас не беру их статус как в народе, но я беру их как принадлежность к народу. То есть, по сути, первые, кто узнал о приходе мессии, это были евреи, которым ангелы оповестили о приходе ихнего еврейского мессии. И мы видим в дальнейшем в его служении, как он говорил, кому он пришел? Потерянным овцам Израиля. Он, наоборот, и учеников не посылал своих даже идти проповедовать неевреям. Должно было пройти время, должно было произойти нечто особое, которое мы знаем, для того, чтобы раскрылась эта благая весть для нееврейского мира. И вот здесь я вижу тоже вот этот интересный момент того, что первым как раз таки он является евреем своему народу. У нас есть одна минута такая. Я бы, знаете, мы будем в следующей передаче говорить о Рождестве сегодня, и не знаю, сколько у нас будет возможности его раскрыть на сегодняшний день, но я хочу сказать, закончить следующими словами о том, что рождение Ишуа в Бефлогеме это была особенная позиция именно Божьего откровения для народа. Несколько вещей. Я не зря затронул Бетельсэм Эфрафа, о том, что это поля Давида. И фактически пастухи, которые стерегли овец это те, которые именно стражники были, чтобы овцы были целы, да, чтобы все, и там были башни специально следить за отарой. Но это было то стадо, которое предназначалось для жертвоприношения. Приходили священники, потому что Бефлогем, он недалеко, он недалеко от Иерусалима, день пути, да, вот такой, если так взять в рассудительность. Очень сложный путь, там, возвышение и так далее, и тому подобное. Но когда нужно было принести жертву, приходили священники и отбирали. Отбирали и овцу без пятна порока. Потом они ее заворачивали, ложили в ясли, чтобы она никуда не убежала. То есть там, где питалась, и потом на руках завернутые в пеленах, они несли его в Иерусалим для жертвоприношения. И вот для меня это, когда я изучал этот момент, очень интересно. Почему говорю, Вефлием, он очень важное стратегическое место рождения Мессии, которое заранее уже пророчески говорит о том, кто он, агнец Божий, который будет за мир, да, вот весь мир. И вот тут на полях Давида, где выращивали овец, родился младенец, его опеленали, положили в ясли. Пришли пастухи, они увидели картину, которую они видели всегда, когда приходили священники, завернутая овца в ясли, которая готова была, чтобы ее несли на руках, без повреждений, без пятна, порог, без всяких поломок, чтобы случайно не поломало ногу во время перехода, чтобы занести ее и принести в жертву. Вот, это интересная тема сама по себе, ее нужно рассуждать, но для наших зрителей я думаю, что это будет даже весьма интересно, почему в Эфлием, но я хочу Исаия закончить. Бог наш придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых, уши глухих отвергнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет лепетать. Это Исаия 35 глава 4 по 6 стих. Я думаю, что это такой вот прообраз дальнейшего служения, но он должен был родиться в Эфлиеме, быть положен в ясли, не как вот инсталляция для нас, вот смотрите, какой ребенок, а пророческое уже действие Бога заранее предсказано, и Давид уже это делал, думая о том, что должно произойти в служении перед Всевышним. Другие друзья, спасибо вам большое, присоединяйтесь к нашему следующему классу, мы поговорим о Рождестве сегодня в современном мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok